Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжирок? Может это островок, может это городок? О том, что Манжирок это все-таки озеро, большинство жителей Советского Союза узнало больше 50 лет назад, благодаря Идите Пьехе. С тех пор памятник природы республиканского значения озера Манжирокское у подножия горы Малая Синюха притягивал туристов. Люди здесь отдыхали, дышали горным воздухом, купались. Сейчас искупаться сложно, озеро зарастает. Оно было достаточно с большим отложением ила, так как в данном озере около 25 разновидностей травяных растений находится, соответственно, там очень много остатков ила. Несколько лет назад по федеральной программе озера от ила и водоросли начали расчищать, но подрядчик свою работу не выполнил, а сделал только хуже, говорит инвестор одноименного курорта Манжирок. Более того, они вытащили из этой части озера вот эту вот всю тину и вот эти вот водоросли, которыми зарастают, и бросили вот в тот конец. В результате закрыли дренаж озера, и озеро сегодня находится фактически здесь экологическая катастрофа. Правительство, пояснил избранный глава Республики Алтай Олег Харахордин, сейчас подает иски на подрядчика. А известный эколог Алексей Грибков уже обратился в прокуратуру. Его волнуют не проблемы с подрядчиком, а то, что вмешательство в естественную среду озера, в данном случае расчистка, привела к уничтожению растений и насекомых, занесенных в Красную книгу Республики Алтай. «Насчитали там всего менее 200 растений, а когда-то большая часть акватории озера была покрыта челимом. То есть фактически он сейчас на грани исчезновения, практически уничтожена популяция кувшинки, которая также на этом озере была. Но и само озеро в безобразном состоянии, то есть сейчас это фактически лужа с грязной водой, с черной жижей». При этом Грибков считает, что история с озером Манжирок говорит о нездоровой тенденции по расчистке озер в целом. Так год назад эти работы за 33 миллиона рублей провели в Михайловском районе. Сейчас озеро превратилось в болото. А в этом году чистят озеро Калядинское в Тюменцевском районе в рамках национального проекта «Экология». «К этим проектам нужно подходить очень аккуратно. Где-то это, наверное, оправдано, да, улучшить как-то ситуацию, где она уже нарушена, испорчена. Но еще раз нужно обратить внимание на то, чтобы не сделать больше вреда, чем пользы. Потому что все эти вложения, средства, ну, к примеру, с озером Манжироски могут обернуться ущербом в разы, там, в десятки и сотни раз превышающими все эти вложения». Расчистка озер, как правило, проводится земснарядом, который вместе с иловыми отложениями достается одна и все живое. Поэтому прибегать к таким методам нужно обдуманно, говорит Грибков. А что касается Манжирка, то республики Алтай в планах передать его инвестору. Правда, экологи просто советуют оставить уже озеро в покое. Оно само восстановится. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.